Добрый вечер, дорогие слушатели. Я Ирина Ясина, и моя программа «Жажда жизни» выговорила молодец. Сегодня приветствует двух очаровательных женщин. Одна из них называется Галина Дувинг. Она владелица замечательных ресторанов. Расскажу позже, зачем я её позвала. А вторая — Женя Воскобойникова, которая ведущая на новостей на телеканале «Дождь». И такая же, как я, девушка на инвалидном кресле, которая тоже оценила по достоинству ресторанной госпожи Дувинг. Но и не только об этом будем говорить, а будем по-прежнему бороться с цинизмом. Будем внушать вам, как можем, вот эту самую жажду жизни. И говорить о том, что, оказывается, есть среди нас люди, которые ведут себя не так, как считается принятым. Вот совершают какие-то добрые дела, несмотря на мерзкую погоду, радуются жизни. И всё ещё ждут весну. Хотя, честно говоря, становится всё тяжелее и тяжелее. Потому что невозможно представить, когда эта мерзость закончится. И вообще предлагаю ввести термин «глобал мерзинг». Потому что все говорят «глобал ворминг» или там что. Да, глобальное потепление. А у нас вот в России явно сегодня «глобал мерзинг». Впрочем, на следующей неделе я собираюсь в командировку в Лондон и тыкнула, посмотрела, какая погода в Лондоне. Девочки, примерно такая же дрянь. Вот так что это... И будет «Лондон мерзинг». Единственное, да, что внушает оптимизм. Другие тоже мучаются. Богатые тоже плачут. Ну так вот, почему я позвала сегодня госпожу Дувинг, замечательную Галину, потому что обнаружила у нее в ресторане доступную среду. Причем не имеет отношения этот ресторан никакому американскому или прочему пятизвездочному отелю, которым полагается иметь соответствующие пандусы, проходы между столиками, туалетами и так дальше по их там хилтоновским, риотовским, шаротоновским законам. А совсем просто человек вдруг, первый раз в Москве я такое увидела, оборудовал свой ресторан так, что вот нам с Женькой это очень-очень удобно. Собственно, вот вопрос мой первый очень простой. Галь может на него отвечать как угодно пространно. Вот чего вдруг? Вот чего вдруг ты не экономишь место? Да. Потому что тут такой вот проходы между столиками и туалет, это вообще съедает какую-то площадь. Туда можно было бы еще один столик или два запихнуть, посадить клиентов, и они бы стали еще тебе денег приносить. Вот почему появилось такое желание сделать, чтобы было удобно другим? Я переживаю о том, что мне нечего сказать прямо на вопрос, как возникло такое желание, потому что, на мой взгляд, это связано с тем, что у меня есть возможность организовать пространство. Если у меня есть эта возможность организовать его в каких-то пределах, то оно, безусловно, должно быть организовано, разумно, цивилизовано. И оно должно... Я не думаю, организовывая пространство о том, сколько мне поставить столиков, или сколько нужно, или можно заработать на количестве... Ну, обычно... На этом размере туалета. Ну, обычно это думают. Думаю... Вы знаете, хочу сказать, что думаешь в основном о публике, который к тебе придет, что ты хочешь видеть, меньше, чем ты думаешь о том, какие ты должен учесть проблемы. Потому что наверняка, даже сделать туалет с удобством для колясок, но зато это очень неудобно для мам с маленькими детьми. И заранее подумать обо всех каких-то особенностях невозможно. Просто для нас делать и планировать больший туалет, или большие проходы, или пониженные высоты столиков для людей на колясках, является нормальным. Потому что, ну, большое счастье быть нормальным, как говорил Ницше. И я как раз не понимаю аномальности, имея шанс организовать пространство, придя в новые предприятия. Галь, ну, позвольте вам сказать, что, по-моему, вы лукавите. Я не лукавлюсь, сейчас расскажу. У меня несколько ресторанов, и некоторые из них пришлось организовывать в очень старых московских зданиях, иногда в полуподвальных помещениях. И, например, такой ресторан находится на метро Кропоткинска. Да, Баба Марта называется. Я его не люблю. И там чрезвычайно тяжело вообще. Да, бывший репортер. Да, при таком наклоне мы не можем организовать практически ничего, кроме правильных подъемников, которые могли бы помочь при таком угле спуска правильно организовать это пространство. Но так или иначе, когда тебе достается в Москве помещение старомосковское, или помещение, в котором работали до тебя, и у тебя нет шанса организовать правильный заезд, как какой-то заподлицо, то, что в строительном бизнесе называется, с асфальтом, там понятно, что, может быть, это какая-то серьезная работа во время планирования. И на этот вопрос можно было бы ответить. Здесь я прихожу в новые рестораны, которые были открыты за последний год, и те, которые я организовываю и строю сейчас. Я прихожу в чистое пространство, которое действительно будет таким, как мы его придумаем. Ну хорошо, Галь, а почему у других такого желания не возникает? Возникает. Мой прекрасный архитектор Катя Вальц, с которой я построила последние проекты, Катя Вальц, безусловно, безусловно, без каких-либо наших предварительных договоренностей, на первом же проекте ресторана, а мы начали с ней сотрудничество только один год назад при строительстве Астрии и Нумеровно, первый же ее проект был с предложенным туалетом для инвалидов. Первый же проект. То есть изначально все-таки идея появилась у архитектора? Я так понимаю, что она достаточно... Вы знаете, она у нас, собственно, общая идея, потому что наша была задача сделать проект городской и комфортной. Мы, я через запятую, когда даю задание архитектору, мы дискутируем, кого мы ждем, для кого это должно быть удобно, то колясочники идут через запятую с молодыми мамами или с детками и так далее. Почему? Откуда появилась эта идея, что колясочники посещают все-таки достаточно недешевые места, рестораны? Да, они же бедные, сидят агенции. Есть же такое мнение, что они не выходят из дома, именно в России. Ну, я знаю, насколько тяжело выходить им из дома, потому что я прекрасно знаю про все акции, каждый раз задумываюсь и знают об этом на самом деле практически все мамы города Москвы, потому что они могут себе представить, как они с детьми куда-то ходят. И Москва 2013 или 2012, когда мы построили первый ресторан с уровнем столов подстроенных под колясочников, у нас есть целые линейки чуть по высоте, чуть измененные. Я знаю эту проблему, потому что такой же вопрос можно задать, с чего взяли, что мамы с маленькими детьми вообще ходят в рестораны. Или с чего взяли, что люди, предположим, я даже не знаю, перечислить можно все, что угодно. Я в этом отношении не вижу большой разницы, кроме признания факта, что для меня колясочник ни в коем случае не означает некую сумму денег, которую он должен потратить. Он для меня ни в коем случае не сопрягается с доходностью, с возрастным цензом, с чем-то другим. Это просто способ какого-то передвижения разного возраста, разных людей. И удобство состоит в том, что мне бы хотелось работать со средой, в которой люди разные. Стоп. Все очень хорошо, но у меня вопрос другой. Откуда взялись такие мысли? Потому что сейчас опять вы начнёте говорить, что просто это нормально. Но опыт нашей жизни в городе Москве говорит о том, что нормально другое. Поэтому мы с Женей Воскобойниковой любим ходить в твою Астерию Бьянку, потому что нам там удобно, а в других местах неудобно. А просто потому, что нет таких мест других. Вот так оказалось, что столики, рассчитанные под высоту кресла и так дальше, есть только вот там. Потому что уже будет больше, и каждую секунду будет больше, больше и больше. Ну какая оптимистка-то, Господи. Я уверена, потому что благодаря одному проекту Катя заказывает и другие рестораны в том числе. Мы никогда не пойдём на компромиссы. Я знаю, что даже построив не со мной, Катя тоже никогда не пойдёт на компромиссы. Вся команда, управленцы, которые строили, строители и так дальше, это совершенно нормальное и разумное влияние, потому что строители, работающие со мной на трёх объектах, приходя по... я знаю, что к ним обращаются другие заказчики, приходя к этим заказчикам, они, в общем-то, удивляются, почему здесь это вот такой проект или почему это сделано не так. Мне кажется, что необходимо на этом этапе вводить то, что является, в общем, стандартным. То, что я называю нормальным, это должно стать стандартами. Стандартами организации пространства. Ресторан и бизнес – это бизнес, ориентированный на гостя. На гостя неопределённого достатка, неопределённых характеристик, не... Ой, какие правильные слова. Понимаете, это просто гость. И нужно подумать о том, какой бывает этот гость. И чтобы этому гостю было комфортно, ты должен предусмотреть всё. Мне кажется, что не предусматриваете... Нужно задавать вопрос, почему вы это не предусматриваете. Это значит, что вы исходите... Ну хорошо, почему другие этого не предусматриваете? Я думаю, что есть причина, почему не предусматривают. Если рестораны находятся в каких-то местах, в которых они вообще не видят колясочников на улице и даже не сталкиваются с этим, да, и... Ну такие получаются все. Многие новые рестораны даже строятся, открываются в новых зданиях, в абсолютно приспособленных центрах, но открывается ресторан, где, допустим, две ступеньки при входе. И это уже ты понимаешь, что тебя здесь не ждут. Ты хочешь пойти в этот ресторан, но ты априори туда не пойдёшь, потому что там две ступеньки. И ты понимаешь, что отношение владельца этого ресторана к тебе, как к колясочнику, уже ненормальное. Да, потому что тебя не видят, вероятно. Подождите, вы ответите на этот вопрос, подумайте только о том, что вы будете говорить, отлично от того, что вы сказали в первой части, потому что оно меня не убедило. Вот что вы такая европейская, вдруг откуда вы такая взялись? Вот почему вы хотите, чтобы всем было удобно, а другие нет? А сейчас у нас реклама, а потом мы об этом поговорим. Вот я пыталась убедить Галину, что не надо мне рассказывать всякие слова о том, что так правильно, так цивилизованно и так далее. Но вот Честрук решил быть цивилизованной? Мне кажется, что это такое правильное развитие общества и какая-то цель нормального, интеллигентного и цивилизованного человека все-таки двигаться вперед. И мне не случается или очень редко приходится встречаться с людьми, которые могут абсолютно серьезно уступить в дискуссию, нужно или не нужно делать туалет для инвалидов. Я слышала на определенном этапе, я слышала, когда мы дискутировали с ребятами, что как же все-таки какие-то дурацкие рельсы придуманы, и как интересно можно коляску отпустить на такой угол. Никак. И так далее. Я слышала о том, что ну а зачем это делать, если все равно колясочники к тебе не ходят. Об этом может говорить. Да, и я так понимаю, что вы меня приглашаете об этом поговорить. Но, во-первых, я не думаю, что колясочники не ходят. Ну вот две мы ходим. По крайней мере, мы вдвоем уже ходим. Потому что оказалось, что вы вдвоем ходите. Во-вторых, я думаю, что, честно говоря, ходит гораздо больше людей, чем вас, чем вы. Я просто не отмечаю это специально, равно как и мои сотрудники могут об этом и не говорить, и не отмечать специально, потому что это точно такой же посетитель, и говорить отдельно о нем как-то странно. Мы на этапе организации новых проектов всегда занимаемся с официантами и с менеджерами о некой специфике обслуживания. И могу сказать, что есть специфика обслуживания не столько колесочников, есть такая же специфика обслуживания людей, которые левши, например, отвезти. Им нужно пересервировать стол. Серьезно? Ну, конечно. Ой, ну правда. Или, например, да, и подумайте об этом, что им нужно, безусловно, переставить более удобно конец. Вилку и нож сразу. Конечно, и подавать в другую страну. А ведь я же об этом не думала никогда. Иначе он просто опрокинет бокал вина, если он будет, мы с вами не задумываемся об этом, но левша может опрокинуть случайно бокал, и официант может. То есть если ты левша, ты можешь прийти в ресторан и сказать, пересервируйте. Ну, обычно это задача как раз для официантов, да. Левша, во-первых, сам пересервирует, но задача для официантов, если это произошло, они должны это видеть. И, конечно, они должны переставлять. Алин, ну вот такое отношение к иным людям, извините. Да, конечно. Это же толерантность, та самая, которую мы, в общем, пытаемся в себе воспитывать и в обществе. Вообще это, конечно, заслуживает самого большого поощрения, но она же не только касается таких вещей. Да, она не только таких вещей касается. Я хочу сказать, что вот во время рекламной паузы мы смеялись, потому что меня пытались потолкнуть на ответ о том, что наверняка видели это в Европе. Ну, каждый из нас видит это в Европе, каждый из нас замечает. Кроме того, что мы видим в Европе туалеты, кроме того, что мы видим нормальные автобусы, которые открываются двери, и там он уже изначально при открытии дверей, ты можешь войти и въехать с ограниченными возможностями, или просто с коляской, или просто с ребенком, или с чем угодно. Но есть некие способы организовать свою жизнь немножко отличную, чем от большинства. У тебя просто есть специальный запрос. Это ведь не что иное, как специальный запрос. Специальный запрос у всех. У людей с детьми, у людей с животными, у колясочников, у детей. А, кстати, о животных почему нельзя в ресторанах? Почему это нельзя? У меня можно, конечно. Это зависит исключительно. Я как раз не очень люблю ресторан, который нельзя с животными. В данном случае нужно понимать, что нужно признавать, что посетитель твой человек разумный, вряд ли он придет к себе с каким-нибудь тараканом, да, тараканом или ратвейлером, или чем-то, потому что это ему самому будет не очень удобно. Безусловно, если к тебе люди приходят с теми животными, которые вы привели на веревочку, то вы знаете точно, как он себя повезет. Но никто не будет приводить в ресторан с животными, и потом наблюдать за тем, какой цирк ты устроил в центре зала. Поэтому, безусловно, ко мне можно прийти. Слушайте, а мне говорили, что нельзя, потому что какие-то там 1930 года нормы СС требуют, чтобы зверей не было никаких. Да, ну не знаю, наплевать, честно говоря, мне на все эти нормы СС и вообще на все остальные нормы подобного рода контролирующих организаций. Не боитесь так в эфире? Нет. А что боятся? Я даже, честно говоря, не знаю эти нормы, поэтому мне на них по факту наплевать. Я просто констатирую факт. Но уголовный кодекс-то надо, надо чтить. Да, но к животным, сейчас мы еще учили животных к уголовному кодексу придем. Но, тем не менее, животным, безусловно, можно. Другой вопрос, что есть ряд ограничений с животными, я объясню, когда. Когда это мягкие покрытия или какие-то спецмероприятия банкетные могут оказаться аллергии. Ведь почему запрещены сигары? Или почему в Европе даже на открытых пространствах? Почему запрещены животные? Потому что боязнь не столько неверного поведения животного или его хозяина, сколько неудобства для окружающих. Вот здесь, может быть, мы подошли к важной границе. Потому что окружающий в данном случае, да, и выбор большинства, то есть удобство большинства. Рядом с вами могут сидеть люди, у которых аллергия на животное, на шерсть. Вы, разрешив привод собаки или, не знаю, кошки, хомячка, все что угодно, вы тем самым делаете невозможное пребывание в ресторане соседа. Поэтому иногда вступает, и вот очень многие любят дискутировать и разводить какую-то суперфилософию на этом этапе. Насколько то, что ты делаешь специальное, разрешение для животных, какие-то еще мероприятия внутри ресторана, зонирование специальное, в частности, это касается, например, такой же агрессивной... Нет, курящих, это ясно, но есть большая агрессия относительно того, делать или не делать детские праздники, детские зоны, пускать ли родителей с детьми, из какого возраста детей можно пускать, а с какого можно не пускать, зачем тебе устраивать детские мероприятия, и зачем орущий младенец рядом, когда у меня такой прекрасный вечер. Всякий раз в основе этого вопроса лежит, так сказать, мнение некоего большинства и некое какое-то виртуальное удобство. Но предполагается, что ребенок тоже умеет себя вести так же, как собачка, и не орет постоянно? Конечно. Вообще предполагается, что вам просто должно быть хорошо. Понимаете? Я не предполагаю, кто умеет и кто не умеет себя вести. Я думаю, что среди людей, которые ходят без животных, пропорционально гораздо больше идиотов, которые не умеют себя вести. Просто пропорционально. Это каким-то образом на всю нашу жизнь проецируется. Если это их большинство, значит, у идиотов среди них большинство. Понимаете? Это то же самое. Поэтому подобного рода критерий совершенно не работает, на мой взгляд, он нелогичен, математически неверен. Жень, что ты думаешь по этому поводу? По поводу количества идиотов на процент населения. И плохо себя ведущих. На самом деле, да, ты же не можешь, глядя человеку в глаза, сказать, что он через две минуты может стать абсолютно неадекватным. Конечно. То есть, и так же нельзя человека, который приходит... Иногда, когда я смотрю на некоторых депутатов Госдумы, я почему-то думаю именно так. Что через несколько секунд этот человек станет неадекватным. Может быть, их уже посадили в какую-то атмосферу, которая об этом сигнализирует. Ну да. Но явно не в остерии углянка. Как это вещали, надышавшись ядовитых испарений. Примерно так. Вот. И давайте вскроем самый отвратительный, на мой взгляд, мнение или не мнение, а может быть, аргумент, который я вам клянусь, я никогда не выслушивала от своих сотрудников или от своих партнёров. мнение о том, что насколько приятно или неприятно будет находиться рядом с людьми с ограниченными возможностями. Это действительно, на мой взгляд, самое мерзкое. Но оно есть. Абсолютное. Оно бывает. Да, мнение. Я хочу о нём поговорить, потому что оно существует. И вот эту аргументацию действительно приводят многие. В основном не говоря, что это твоя аргументация, а просто спрашивая, а не боишься ли ты, что рядом будет находиться какой-нибудь инвалид, причём слово «инвалид» редко сопрягается просто с коляской. В данном случае люди пытаются утрировать и сразу говорить не только об ограниченных возможностях передвижения, но и о таких же ограниченных возможностях еды, речи, движения из головы и так далее. Всё в комплексе. Насколько это будет приятно или неприятно окружающим, вот это я действительно ненавижу, потому что я в своём летнем проекте, который был организован в парке имени Горького, у нас был летний павильон, и в своём летнем павильоне мы тоже самостоятельно строили подъезды, заезды в этот временный павильон. И я была в очередной раз не очень легко понята, почему я хочу остановить строительство и чуть-чуть позже открыться, потому что мы не сделали туалет для инвалидов во временном павильоне в парке Горького. Опять же попадал на деньги. Да дело не в деньгах даже, потому что это как-то, ну, я ни у кого ничего не прошу, это делает меня свободной. Я, мы с партнёрами, и я, я знаю точно, что идеи по реализации, ну, реализация этих идей будет за наши деньги. Поэтому это нас не остановит, нужно просто принять решение. И в этом, в парке Горького, почему я об этом говорю, потому что в парке Горького всё лето мы принимали детей и инвалидов, мы принимали не просто колесочников детей, а детей, которые нуждаются в специальном обслуживании, иногда даже в сопровождении нескольких лиц. И, конечно, в данном случае окружающим людям, которые пришли провести вечер, поздравить друг друга с какими-то, с чем-то, может быть, порадоваться или отметить день рождения, это может оказаться некомфортным. Ну, простите меня. Это ни в коем случае не означает, что я не организовываю пространство для этих детей или для пребывания у себя таких клиентов. Я вот сейчас Галю слушаю, и я не верю, что такой человек может жить в России и делать что-то... Ну, у нас целая компания, почему у нас огромная компания, я не одна совершенно, у меня прекрасные партнёры, вы... Знакомьтесь, пожалуйста. Красные совершенно архитекторы. И хочу сказать, что в данном случае задача ресторатора, задача ресторатора, задача управленцев сделать правильную рассадку, использовать другие методы, которые позволили бы всем получить удовольствие. Я поняла. Я хочу спросить, Жень, вот всё ли так плохо, как было пять лет назад, исходя из того, что мы сейчас слышим, видим и так далее. Ведь действительно ситуация меняется. Оцени. Знаешь, я не могу сказать, пять лет назад, потому что я в Москве не так давно, всего три года, но даже за эти три года я вижу колоссальную разницу. И разница это не в том, что там кто-то строит где-то пандусы или делает дверные проёмы шире. Ментальность людей реально меняется. И она заметно поменялась за эти три года. И вот есть такой термин социально ответственные компании. Мне кажется, их стало больше, и многие стремятся к этому. Реально, они хотят поднять свой имидж за счёт того, что они построят нормальный пандус и скажут, вот, мы доступны для всех категорий населения. Они... Ничего страшного, если ты в лифте на кнопках повесишь... как он называется? Шрифт Брайля. Шрифт Брайля. То есть это минимальные затраты, но при этом ты делаешь это не только для лиц с ограничениями здоровья, но и для всех вообще своих партнёров и клиентов. Вы понимаете, что мы способны к изменениям, что эти изменения, в конце концов, ну, затронут не только эту сферу, но и мы будем цивилизованными в неких других областях, вы сами знаете, догадываетесь. На что я сейчас намекаю, Галь, как вы считаете? Ну, я считаю, что частный бизнес — да, потому что я не могу построить это в городе на улицах, я могу в том пространстве, которое я контролирую, в этом пространстве я могу его организовать. И здесь я абсолютно убеждена. Просто убеждена. Ну, про цивилизацию. Ну, я, да, я, вы знаете, оптимист. А потом ещё начнём честные выборы проводить. 51% добра в жизни против 49 зла. Вот так вот, да? Да, я убеждена. А что вам даёт силы верить в это? То, что мы живём и получаем, и то, что мы движемся куда-то. Куда-то. Я думаю, что мы... Вы знаете, я думаю, в этом контексте очень важно тоже, может быть, рассказать о моём ребёнке старшем. Он учится в итальянской школе в городе Москва. Действительно, в городе Москва. Это итальянская школа при итальянском посольстве. Так она красиво называется при итальянском посольстве, поскольку дети посольских итальянских сотрудников или торг-предства, они, безусловно, при получении контракта на работу в Москве, они своих детей обучают в этой школе. Всё преподавание с первого класса ведётся только на итальянском языке. Все преподаватели итальянцы. 8 уроков с первого же класса. Совершенно другая система. Так вот, хочу вам рассказать о том, что, безусловно, всего лишь в год набирается 10 человек, и поэтому во всей школе порядка 80-100 человек. Как только мы пришли в эту школу, мы сразу увидели, что во втором классе девочка на коляске. Во время обучения моего ребёнка, который сейчас учится в шестом классе, была проведена ещё ампутация ножки девочки. Была трагедия, ей ампутировали ножку всё то время, что она лежала в больнице. Несколько месяцев вся школа, а не только её класс. Вся школа. Мой ребёнок учился не с ней в классе, а на три года её младше. Вся школа ежедневно писала ей письма, вся школа оформляла классы к её приезду, и все классы, вся школа была завешана буквально как вот знамёнами, этими письмами детей, о том, как они каждый день её ждут, и как они обещают, как им без неё плохо. И ни одного письма не было вообще о том, я не знаю, касающейся её болезни. Да, они её с радостью ждали, понимаете, они... Ну, то есть разговоры о том, что дети злые, не возникали. Потому что вот дети злые всегда слышу. Далее. Там, безусловно, обучаются дети с некоторыми другими проблемами. Может быть, ну, не может быть, безусловно, объяснение следующее. Так как это единственная итальянская школа, у детей сотрудников торгпредства и посольства итальянского могут быть разные проблемы, то вопрос, что все дети должны учиться вместе, он решается сам собой. Но мы об этом не думали. И мой ребёнок об этом не думает. Для него, как и для меня, и для младшего моего сына, который тоже идёт в этом году в эту же школу, безусловно, для него нормально обучение в разной среде. Для него совершенно ненормально другое. Попав два года назад в русский подмосковный лагерь, это был наш эксперимент, как моего ребёнка из такой европейской школы, ну, такой как бы... Хорошо, хорошо. Вытащить. И он попал в русский подмосковный лагерь. Мы безумно переживали, как он адаптируется. Он с ужасом обсуждал со мной, что в этом лагере он услышал, что ругаются словом «толстый». То есть дожить до третьего класса и приехать и рассказывать, что в этом лагере... И говорил, мама, ты представляешь, они людям считают, что это ругачка. Потому что даже слово «физический недостаток» не произносится моим ребёнком. Мне кажется, это важно. Это не недостаток, это особенность. И он, слава тебе, Господи, не знает этого слова по-русски «недостаток». Потому что есть просто особенности. И вот как раз почему они ругаются, что в этом особенном, это ненормально. И я уверена, что когда я с ним разговариваю, он не понимает меня. Давайте включим телефон в студии. Я хочу напомнить, что мы в Москве, поэтому 495, а потом 651099,6. Вот вдруг нам кто-то позвонит и захочет с нами поговорить на эту тему. Я хочу немножко всё-таки обострить ситуацию, потому что всё так благостно и замечательно в итальянской школе. Вот недавно ко мне пришли родители детишек с разными особенностями развития, которые дети учатся в такой школе надомного обучения. То есть у них действительно слабое здоровье, и они не могут учиться в обыкновенной общеобразовательной школе, потому там большие классы, там нет того, нет всего. Но и родители их не хотят, чтобы дети сидели по домам, потому что всё-таки какая-то социализация нужна. И вот ходят слухи по Москве, что все эти специальные школы закроют, а я-то всю жизнь выступала за инклюзивное образование. Мне-то казалось, что во что бы то ни стало вместе, кстати, в Италии принят закон о том, что все вместе, но там учителей специально этому учили, а у нас нет. И вот, ну, как-то вот с этой конкретной школой ситуация разрешилась положительно, но тем не менее, вот как нам быть, как нам подготовить наших детей в школах к тому, чтобы они спокойно относились, к появлению иных. Вот как сделать так, чтобы дети действительно не дразнились толстым, одноногим, я не знаю, как там ещё, слепым, а ведь если это действительно существует у маленького человека, это, наверное, очень сильно может ранить. Женя? Мне кажется, всё равно должно пройти какое-то время, то есть какое-то поколение всё-таки будет страдать гораздо больше, чем последующие поколения. Всё-таки это нужно... Первопроходцам хуже. Нужно сделать, это должен быть обязательно какой-то переходный момент, но, естественно, дети, они тоже люди, они не такие уж и бессердечные. Может быть, всё равно это должно быть что-то сверху, нужно заниматься с преподавателями, объяснять им. И с родителями, наверное. Вопрос в том, кто будет заниматься с родителями? Вопрос. Как на него ответить? У меня есть ответ, потому что я ежедневно спрашиваю себя, задаю себе вопросы про воспитание детей своих. Я действительно хотела бы найти ответы на ряд вопросов. Мой ответ следующий. Во-первых, сейчас есть великолепные книги. Если мы не дискутируем о том, как приучить ребёнка читать, или на планшете он будет читать, или бумажную литературу, существуют великолепные книги, которые учат инаковости буквально с трёх лет. Эти книги адаптированы. Они великолепные. Не только я их уже покупала своему сыну, то есть они уже были в продаже по крайней мере 8 лет, и они регулярно возобновляются. Поэтому даже если родители не знают, как это объяснить, как в чём найти заинтересованность, если родители не умеют разговаривать со своими людьми, ой, детьми, простите, разговаривать, то книги это могут объяснить. Надо помнить о том, что дети очень любят третье мнение, и зачастую мнение третьего человека книги или профессионалов окажется важным. Я думаю, вопрос, да, объяснить. Теперь, да, объяснить родителям. Я думаю, что родителям объяснить можно только накоплением опыта, честно говоря, потому что если ты действительно путешествуешь в Европу, и ты начинаешь даже не задумываясь об этом, постоянно видеть все условия для колесочников, то потом, не видя это в Москве, то у тебя как раз работает обратная реакция, что я почему-то этого не вижу. Поэтому, безусловно, элементарное путешествие в Европу, ну, вообще, путешествие за пределы в какие-то цивилизованные страны, они, допустим, понятно, что это очень тяжелая история, я понимаю. Галь, у нас, по-моему, не то 5, не то 6% населения страны выезжает за границ. Это был пример, конечно. И то 4% выезжает в Турцию и Египет. Да, где нет оборудования. И только два. Вот, на мой взгляд... То есть это все-таки такой путь, я бы сказала, сильно длинный. Нет, он эмпирический, понятно, что всегда есть эмпирический путь. И когда мы в Москве, если вы приходите на обьянку, видите вас, вот дело в том, что наши слушатели не видят вас, не видят, какие вы красивые. И первое... Действительно, какие вы красивые. Ну, Женьку я не видели по телевизору. И вы не видят. И мне, для меня, огромная гордость увидеть вас среди гостей. Я думаю, что это... У нас есть звонок. Пожалуйста, Артем, добрый вечер. Добрый вечер. Я включился недавно, но уже слышал ваш вопрос по поводу того, как детей готовить к инклюзивному образованию. И у меня есть опыт. Я, наверное, года 4, может, посещал детский сад на, мне кажется, этот центральный округ. Это в районе метро улицы 905 года. И там обучаются дети с инклюзивным образованием, дети с синдромом Дауна и обычные детишки. И отзывы родителей с обеих сторон и о социализации детей просто превосходные. Я сам смотрел, как это работает. И я считаю, что для правильной социализации детей с ограниченными возможностями... Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше, да. Если мы начнем с начальной ступени, с первой ступени, все будет хорошо. Спасибо большое, Артем. Замечательно. Я тоже, честно говоря, так... Согласна. Очень жалко, что такие детские сады и школы пока что настолько экспериментальны и непонятно, когда это сделают. Ну вот вы знаете, я... Постоянно. В этом отношении меня восхищает ресторанный бизнес. Он меня восхищает, потому что я вижу свое влияние. Я могу организовать это влияние. Я могу, организовав пространство для детей с какими-то другими возможностями, для других детей. Я могу организовать мероприятия, в которых они общаются альтернативно детским садам. И не только на тот период, когда они приходят, родители обязательно должны потратить деньги здесь посидеть, что-то купить. На детские праздники можно привезти ребенка, не оплачивая никакой счет, и они проходят регулярно в субботу-воскресенье. Я уверена, что это совершенно другая история. Дети могут общаться. Частные ресторанные, которые не могут общаться. Невозможно недооценивать с точки зрения информации, потому что представление о том, что туда ходят только... И может быть, поэтому важно, что мы делаем возможную доступную среду, чтобы кого-то кому-то предъявлять. Просто здорово, и никогда это бы нас не останавливало, и не останавливает, и не в одном пространстве. Просто здорово, когда дети, приходя к нам, играют с другими детьми с какими-то ограниченными возможностями. То же самое касается и взрослых. Могу вам сказать, что то же самое касается и взрослых. То есть, когда мы играем. Не только, когда вы играете, у нас приходят гости, которые иногда передвигаются с трудом или какие-то другие физические функции, им даются с трудом, они нуждаются в помощи и так далее. И мне нравится, я наблюдаю за тем, как реагирует окружающий. Мне нравится изменение ситуации. Если бы это было пять лет назад, все бы вокруг замолчали. Вообще, я хочу сказать, Галин, вот то, что вы даже на этой белой площади находитесь, оно как-то абсолютно символично. Да, просто есть красная, как я всегда говорю, а есть альтернатива белая. Да, красная площадь такая тяжелая, историческая, державная, такая мини на пожарке, мы взяли Ленина, там эти самые танки, топали, там все и все дела. А тут вдруг белая площадь, еще когда-нибудь закончится ремонт, на ремонт на белорусской, я уж не знаю, он, по-моему, никогда, но тем не менее, надежда есть. Вот, это какой-то кусочек Европы получается. Действительно. То есть, от Красной державной площади до белой, европейской и такой расслабленной, мы замечательно домаршируем. Вот, но, тем не менее, как бы это все распространить на весь город? Вот последователи... Прежде всего, нужно признать, ненормально все остальное. Я понимаю, что я совершенно идеальна. Но все остальное это 99,9%. Понятно. Ну, невозможно. Ну, нужно просто все современные проекты, которые сейчас открываются, если мы, конечно, не говорим, какие-то кафе «Ромашка», может быть, случайные, не организованные командой профессионалов, которые думают о своей работе на несколько лет вперед, может быть, там этот вопрос не стоит. Но рестораны сейчас организовываются единомышленниками, организовываются некими командами. Команды этих людей... Галь, мы опять говорим совершенно идеальные вещи. Просто, еще раз, мы не встречали в Москве нового бизнеса, строительства, рестораны, магазины и так далее. Если это не общественное или государственное здание новое, в котором положено там крупный торговый центр, ну, бизнес об этом не думает. То есть, открывается много чего, но там обязательно эти ступеньки, там обязательно эти неудобства. Как донести до бизнеса, что им это выгодно, чтобы мы туда ходили? Потому что я уже предлагала там, давайте какие-то налоговые льготы делать, давайте какие-то там, я не знаю, конкурсы лучше по профессии, ну, как-то поощрять людей. Как поощрять за хорошее? Как сказать, что это правильно? Да, нужно сделать это обязательством. Понятно, что я ответила... Но это личное обязательство. Потому что никто не карает за то, что этого не сделаешь. Да, я согласна. Но запрет на курение в ресторанах уже стал государственным запретом. Так же, как и в Европе, это обязательство построить пандусы, обязательство построить правильную среду. Это строительное обязательство, это обязательство организации бизнеса. Но у нас тоже есть штрафы сейчас за неправильно положенные пандусы или... Они применяются? Они не применяются. Потому что вопрос в том, что некому смотреть за этим. Нет той команды, которая бы приходила в новый ресторан и говорила, вот у вас здесь не по ГОСТам, мы вас просто не откроем. Нет же такой команды? Нет. Пока это только вопрос личного вот такого, вот как у Галины, желания, которого ни у кого не встречается обычно. То есть надо как-то достучаться что-ли до московского правительства и, не знаю, наказ избирателей какой-то. Плевать им на избирателей, конечно, с высокой колокольни. А наказ избирателей типа сделайте так, чтобы было невозможно. Третий год мы с журналом «Большой город» ездим по Москве. «Большой город», кстати, хочу сказать, что даже, да, большего, чем сделал «Большой город», наверняка тяжело себе представить. Это невероятный вклад, невероятный вклад, на мой взгляд. А телеканал «Дождь» пандусы строит? Конечно. Дайте, расскажи. Мы же не можем построить их везде абсолютно. Мы пытаемся заразить, именно заразить, как вирусом, всех желающих. Это не так сложно, это очень даже интересно. Это можно, не знаю, для любой компании делать, как какой-то, ну, такая внутренняя коммуникация. Это очень весело делать. По-моему, тоже. Я совершенно, сейчас Женя сказала, очень важную вещь, которую именно так я это ощущаю. Я считаю, что это работает по принципу вируса. Абсолютно в этом ввеждена, с вами совершенно согласна. Потому что это просто здорово. Это здорово расширять сферу своего общения. Здорово быть с другими. Это здорово быть другим. И всё это, по-моему, это просто действительно в определённый момент заражает и заражает. И заражает и заражает активных, молодых, классных и привлекательных. Все этот пандусовирус, тем не менее, нам удалось сделать, например, благотворительность модой. В данном случае я говорю «мода» как совершенно положительная черта. Десять лет назад никто про это не слышал и не думал. А сейчас как-то вот не заниматься этим, ну, и неприлично, и как-то вот компании все этим занимаются. И я хотела бы сказать, что, конечно, вирус – хорошее слово в данном случае. Давайте мы сейчас на секунду прервёмся на рекламу и продолжим. Мне очень хочется, чтобы наши, так скажем, друзья, по несчастью, колясочники, начали смелее выходить на улицы. Вот в прошлый раз я приехала на программу прямо из библиотеки на Кутузском, 24, в которой оборудовано абсолютно всё, удобно для невозможности. Вот. Ну, это правительство Москвы, это как бы такая социальная роль их. А вот от бизнеса, тем не менее, вот Галь первая, от которой мы этого дождались. Думаешь, я не первая, честно говоря? Да ладно, первая. Думаю, что я не первая совершенно. Я думаю, что это просто… Ну, мы хорошие следопыты. Да, это должно быть модно. Да, это должно быть модно. Вот как заразить ваших коллег такой модой? Вот что сделать для того, чтобы это внедрить в массы рестораторов? Ну, в частности, любой человек, который читает «Большой город», так или иначе, считает это уже нормальности. Не модности, не не модности, а просто нормальности. Это такой обыкновенный кирпичик существования, так же, как чистить зубы по утрам. Это не есть со знаком плюс, это просто через запятую. Наверняка же все крупные рестораторы ездят по всему миру, они бывают в Европе и видят, как там всё обустроено. Жень, проблема в том, что считается, что инвалид не клиент. Он всё равно не придёт сюда, потому что у него нет возможности. Потому что он не сможет добраться. И заплатить не сможет, потому что кто же тебе на пенсию пойдёт пиццу есть. Ну, это, в общем, вряд ли. Видимо, так. В чём вопрос? Нет, это не столько вопрос. Думаю, что мы вообще видим мало инвалидов на улицах, поэтому совершенно здоровые рестораторы. В большинстве своём нужно иметь энергию. Они просто об этом не думают. Всё, они это не видят. Как заставить их думать? Да, наше общество и наш город не позволяет видеть людей, инвалидов достаточно, чтобы вообще о них подумать. Тебе приходит в голову всё, что угодно. Ну, через запятую то, что я говорю, люди с собаками, люди с колясками, люди с чем-то ещё, через что-то, потому что ты это видишь. И так как ты очень мало видишь инвалидов, я уверяю вас, что такое рассуждение, платят они или не платят, много у них денег или мало, оно не совсем корректно. Я считаю, что они не существуют. Всё гораздо хуже. Вернее, так всё гораздо проще и страшнее, потому что эта простота показывает масштаб проблемы. Масштаб бедствия. Масштаб бедствия. Их просто не существует. Не потому что люди отворачиваются. В нашей стране даже не приходится отворачиваться, потому что ни от кого отворачиваются. Их просто не существует. И вот это несуществование, вот эта параллельная реальность невозможности выхода из квартиры и просто попасть в какую-то ситуацию. Я все время думаю, ведь в Америке особо после Вьетнамской войны убыстрилось движение за равный доступ, потому как появилось много молодых мужиков-инвалидов, жертв войны. Ну, Россия тоже воюющая страна, у нас была Афган и была Чечня, и тоже, так сказать, к сожалению, много людей, которые пострадали. А сколько жертв авиакатастроф в стране, которая не очень аккуратно ездит и ходит через дороги и так далее и тому подобное. Если даже не говорить там про болезни, это другое. Просто травмы и военные, и бытовые. Но, тем не менее, ничего не происходит. Люди-то тоже молчат. Вот эти самые молодые инвалиды, которые сидят дома и замыкаются в себе, и совершенно не могут возвысить свой гол, что называется. Почему же они? Потому что боятся. Чего? Они всю жизнь, они, понимаешь, когда человек попадает в такую сложную ситуацию, допустим, он был нормальным, он не видел инвалидов на улицах, и тут вдруг он сам становится инвалидом. Соответственно, он понимает, что его общество настроено так, что он не должен появляться на улице. Хорошо, извини, прямой вопрос. Вот ты после автокатастрофы оказалась на инвалидном кресле. У тебя были такие мысли, что ты не должна появляться? Ты же, тем не менее, пошла работать на телевидении. Ты знаешь, у меня была такая ситуация, когда я еще была в Воронеже, не переехала в Москву, мы с моей подругой, с которой мы попали в аварию, вдвоем пришли в ночной клуб. С нашими друзьями, с нашей старой компанией пришли в ночной клуб. Да, мы уже были на инвалидных колясках, это было не совсем приятное, скажем так, времяпровождение, но мы пришли туда. И молодому человеку моей подруги подошел какой-то подвыпивший парень и говорит, «Ребята, вы понимаете, что вот их вид нам не дает отдыхать?» И меня это настолько задело, и я подумала, да какого черта я буду слушать вот этого товарища, который говорит, что ему я мешаю отдыхать? Может быть, тогда какой-то был переломный момент, но я ни в коем случае... Да, но ты не замкнулась и не села дома. Я не замкнулась, но, может быть, да, может быть, моей какой-то силы воли хватило для того, чтобы не замкнуться. Мне помогли там друзья, родственники, близкие, но есть же люди, которым некому помочь, некому подсказать, не с кем посоветоваться. Еще тут Олег хочет прокомментировать нашу тему. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Я считаю, что это непременно важно, оборудовать соответствующими составлениями места для общественного пользования, библиотеки, рестораны и так далее, но, если быть откровенным, город совершенно к этому не готовится. Старый себя инвалидом, я понимаю, что я никогда не доперюсь. Но это правда, тяжело. То есть сейчас у нас единственная станция метро, вот я, правда, смешно, зачем делать единственную станцию метро, где есть спуск, и больше всего нигде человек даже не выйдет из метро. Это вот много. Я вам представляю. До Южного Бутова можете доехать и там выйти. Ну, видите, как много у меня маршрутов сейчас появляется. Да, Вера, обалдеть. На Магазино и обратно. Катайся. Поэтому неудивительно, что вы не видите людей, которые на колясках, на улице, не есть чем-то самым, у себя был в штрафтах, и там совершенно нормально, да, коляски наравне со всеми, в музее или еще где-то. Спасибо, Олег. Поэтому, мне кажется, как появится искусство, будет и большой толчок. Спасибо. Это очень важно. Конечно, она появляется, но тут как раз разговор о том, что уже пора самим инвалидам требовать и выбираться из этой ситуации, потому что от того, что они молчат, люди просто и не знают, что они существуют и что эта потребность есть. Так ведь? Мне кажется, вот нельзя говорить, вот Олег сказал, что всего лишь одна станция. Во-первых, она не одна, их уже четыре или пять, они строятся новые, строятся, я надеюсь, я, конечно, пока еще не проверяла, но мы обязательно этим займемся по всем стандартам. У нас будет наверняка следующий пробег на колясках. И мы обязательно все проверим. То есть Москва-то не сразу строилась, и метро тоже не сразу строится такое, как нужно. И в Лондоне, я смотрела, у них далеко не все станции приспособлены, хотя они, конечно, очень расстраиваются, говоря о том, что у них там типа из 80 станций всего лишь 60 приспособлены. Надо напомнить, что лондонское метро открылось в 1861 году, тогда же, когда в России отменили корпусное право. Все вопросы, мне кажется, отпадают моментально. Ну, то есть можно надеяться, что еще лет через 40 все московское метро будет оборудовано, но я-то вряд ли уже доживу, и это обидно. Хочется быстрее, а то когда пробки, у меня действительно нет другого выхода, я не могу доехать до работы, не иначе, кроме как на автомобиле. Это, в общем, плохо, потому что я бы с удовольствием покаталась. А кто-то не может и на автомобиле доехать. Это правда, да. Андрей на линии. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер, уважаемый бары. Вы знаете, вот, слушая вас разговор, я действительно с ужасом понял, что я не представляю, какое же примерно количество инвалидов у нас. То есть, вот, есть какая-то статистика, скажем, ну, по продажам колясок вот хотя бы. Вот, вы знаете, что-то такое вот. Потому что, вот, ну, действительно, я же их не вижу. Ну, 10% населения планеты. Ну, я думаю, что у нас примерно то же самое, но колясочников из них может быть, там, четвертая или пятая часть. Ну, считайте сами. В общем, 10% населения Москвы, из них пятая часть. Я хорошо представляю, у меня в семье, как бы, вот, ну, были уже пожилые люди, вот, колясочники. И мы, в общем, как бы дружно там с детьми выносили их на руках, там, значит, грузили в машину, куда-то везли, снова перегружали. То есть, как бы мы это все делали. Ну, вот, масштаб, как бы, этого, ну, не скажу, что бедствия, это, как бы, часть нашей жизни, да? Ладно. Спасибо, спасибо за информацию. Самого доброго. Спасибо большое. Как раз это и есть бедствие. Мы, конечно, вот, и пришли к тому же, что люди не видят. Поэтому, вот, долг ресторатора, долг любого человека, который организовывает свое пространство, неважно, ресторатор ли он, организовывает ли он, я не знаю, магазин, театр, библиотеку, это, безусловно, должно быть должествованием для организатора создать правильную среду. Потому что, может быть, мы быстрее, мы оперируем своими деньгами, мы быстрее реагируем, нам не нужно получать кучу согласований и разрешений, просить у нашего чудесного государства, как всегда, денег, и потом искать, куда же их перевели, если их перевели. И в этих местах, я просто счастлива, если в моих местах, в моих ресторанах, в моих барах, в каких-то моих пространствах, и не только я, все мои партнеры, буду говорить, в наших. Если люди будут очень разные, люди будут колясочники, и придя к нам, люди будут общаться вместе, и тогда это станет определенным критерием. Тогда ты их увидишь. Если ты не видишь их на улице, ты где-то должен увидеть. Чисто экономически намного ли дороже? Да нет, конечно, это вообще полная ерунда. Это, кстати, спасибо за вопрос, я хотела об этом сказать. Когда мы так серьезно дискутируем об организации пространства, это совершенно не дороже. Это все полная ерунда. Стол стоит абсолютно одинаково, вне зависимости от высоты, потому что ножка его стоит одинаково, столешница стоит одинаково, и в масштабах того, что каждое строительство ресторана обходится примерно миллион долларов, так, от миллиона долларов и выше, но некоторые проекты в зависимости от размера меньше. Уж как-нибудь на пандус можно сэкономить. Что-нибудь, да, можно организовать, поэтому вот экономические расчеты совершенно ни о чем, исключительно информационное поле. Понятно. Ну, это вселяет оптимизм, на самом деле, потому что, ну, мы же не точно клиенты, и зарплата у нас хорошая. Позволяет, чтобы... Да, даже не думаем об этом совершенно. Думаю, да. Должны быть пространства, в которых вы приходите, и в которых это видишь. Если мой ребенок видит в школе ребят других, то для него это становится нормой. Если мы не видим на улице, давайте увидим друг друга в каких-то других местах, в кинотеатрах, в кафе, в ресторанах, в частных хокусах. Ну, еще вот страшная вещь была. Я вспоминаю, как в Америке в той же, ты встречаешься взглядом с человеком на коляске, таким же, как ты, он улыбается, машет тебе рукой, а у нас отводит взгляд, и это очень тяжело. Я тоже думаю так. Я смотрю на часы, но я хотела об этом тоже сказать, что так однажды случилось, что у меня была проблема с лицом, был очень большой синяк, большая рана, и меня совершенно поразило. Я, естественно, при этом, как обычно, работала, меня это ничуть не останавливало, мне даже не пришло в голову, что, отличаясь как-то внешне, я не могу себе позволить появляться в общественных местах или приходить на работу, где, тем более, я владелец предприятием. И я обратила внимание на самое страшное для меня, это на то, что даже мои сотрудники, я уже молчу про очереди, про какое-то другое пространство, встречаюсь, просто посмотрю мне в лицо, и они просто отводили в глаза. И это было просто ужасно. Я могла себе позволить при своей наглости, позиции, дружественности. И в этот момент они чувствовали себя гораздо хуже, чем вы. Я была вынуждена начинать переговоры, у меня были на тот момент ряд переговорных процессов, и я начинала переговоры спокойно с того, что вы можете смотреть мне в лицо, это временная история, я не стесняюсь. Пожалуйста, смотрите на меня, я существую, я за ней разговариваю. Вот точно так же мне хочется сказать, смотрите на меня нормально, я не стесняюсь в своей коляске. И вот для того, чтобы досмотреть, нужно где-то, чтобы на тебя смотрели. Давайте вот эти пространства нужно создавать, если мы можем быть быстрее, чем город. Женечка, твое слово, мы должны заканчивать. Что ты хочешь сказать гражданам в преддверии твоей свадьбы? Вау! Да, 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 да. Что, хочу пожелать всем счастья, счастливы, будьте так же, как и я счастливы. Вот так вот, мои дорогие. Так что люди на колясках не просто ходят в рестораны, выходят замуж, и чувствуют себя счастливы, рожают детей, да, они такие же абсолютно, как и вы. По этому поводу мы будем делать все, чтобы мы появлялись на улицах города Москвы, города Воронежа и еще массы других городов и веси родной страны. Так что ждите нас, мы скоро появимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова